Сегодня мы будем делать... Идем, пойдем! Ребятки, всем привет! Вы на канале Балкончик, с вами Александр Долинский. У натяжного потолка на теплой лоджии есть свои особенности. Как вы знаете, нам нельзя нарушать термоконтур. И тут у нас возникает вопрос, как повешать светильники, если в потолок мы не можем закрепиться. Хочешь узнать решение проблемы? Смотри видосик до конца. Сразу небольшая ремарочка. Это видеопособие скорее будет интересно начинающим потолочникам. Или рукастым неленивым мужикам, желающим самим на собственноручно утепленной лоджии сделать себе потолок. Если вы профессионал и зашли посмотреть, как там какие-то балкончики по-особенному устанавливают светильники, перемотайте на 4.02. Итак, усаживаемся поудобнее, мы начинаем. Любая работа в нашем деле начинается с замера. И потолок, конечно же, не исключение. Создаем чертеж нашего потолка для того, чтобы записывать прямо на нем параметры всех сторон и вспомогательных линий, диагоналей. Снимать замеры удобнее всего лазерным дальномером. Вообще, этот аппарат может не только мерить расстояние. Он умеет считать площадь и объем, показывает уровень и градус наклона плоскости. Способен держать в памяти до 20 параметров. Длинные стороны удобнее промерять им. Но в некоторых местах нам поможет старая добрая рулетка. По итогу замеров мы получаем вот такой чертеж с параметрами сторон. В идеале он должен выглядеть вот так. К каждому углу присваивается название по буквам английского алфавита. Просто мы с моим менеджером по потолкам и так друг друга понимаем. Первым делом при монтаже надо выставить направляющий для полотна. Багет. Начнем с самого сложного участка. Если для внутреннего угла достаточно пропилить заднюю стенку багета, то для внешнего нужно сделать вырез под 45 градусов. В общем, моя проказавра готова. Багет прикручиваем саморезами прямо на раму, а на стенках в заранее выставленный под гипсокартоном металлический профиль. Обратите внимание, багет с одной из сторон имеет изгиб, образующий между ним и стеной щель. Эта щель нужна для того, чтобы после монтажа полотна установить в нее вставку. И поэтому багет обязательно нужно накручивать изгибом к стене. При накручивании багета на конструкцию мы ориентировались на границу рамы и расширителя. На стенках такой границы нет, поэтому мы прибегнем к помощи лазерного нивелира. А так как ламинат мы клеили прямо на стену, нам придется буриться и крепить багет саморезами в пробке. Бурились мышистым буром. Пробки использовали райтоксовские 6х51. И крепили багет саморезами металл-металл 4,2х50 без сверла. Хочу еще раз отметить силикон, который обеспечил суперпрочное крепление ламината к железобетонной стене. Даже от вибрации, возникающей в процессе бурения, ламинат нигде не отошел и не заиграл. После того, как мы накрутили по периметру потолка багет, самое время установить светильники и раскидать для них проводку. Секрет установки светильников без крепления в потолок кроется в металлической перфорированной ленте. Накручиваем перфоленту на закладную для точечного светильника, определяем местоположение точки, заправляем край перфоленты под багет и прокручиваем саморезом. Натягивая перфоленту, чтобы не провисло, проделываем подобную манипуляцию и со второй стороны. Итак, закладная на перфоленте выставлена в нужном месте, но так как заправлена она сверху багета, она находится выше уровня потолка. Этот вопрос мы решаем при помощи подвесов. Все-таки они пригодились. Подгибаем подвес так, чтобы он отталкивал закладную на нужный уровень. И чтобы исключить ее выпадение, прикручиваем эту загогулину к ленте. Настоятельно рекомендую, прежде чем натягивать полотно, убедиться, что все точки правильно подключены и горят. Если вдруг при получении полотна вы обнаружили на нем зеркальное отражение своего потолка, не пугайтесь. Все это из-за особенности изготовления полотна при автоматическом раскрою. Начинать вставлять полотно лучше самых сложных участков, пока нет силы натяжения. В квартирах это обвод стояка, а в нашем случае маленький участок с тремя углами. Как вы знаете, я никогда не скуплюсь на инструмент, потому что небезосновательно считаю, что он должен быть надежным. Ровно этим правилом я руководствовался, когда пару лет назад встал вопрос о покупке оборудования для потолков. Ознакомившись с предложениями рынка, я остановил свой выбор на композитном газовом баллоне Рогаска, Норвегия. Легкий и удобный, плюс ко всему абсолютно безопасный. А также немецкой газовой пушки Мастер. Шланг и редуктор шли в комплекте с пушкой. Оба производителя оборудования являются лидерами в своих сферах. Сначала полотно растягивается и вставляется по углам, и уже после этого можно заправлять стороны. Вопрос, который волновал меня, когда я начинал заниматься потолками. Пушка должна работать бесперебойно? Ответ, нет. Как только полотно разогреется и будет легко растягиваться и вставляться, пушку можно выключить. Через несколько минут вы почувствуете, как полотно становится жестким. Вот тогда можно опять зажигать пушку. В процессе монтажа обнаружилась вот такая небольшая неприятность. А, ярлычок они, который клеят. Красненький. Оказалось, это просто шильдик с производства. Никогда раньше подобного не было. Убирайте все лишнее с полотна сразу. Работа приложения. Камера приводит к перегреву. Телефон на закройте. Приложение сейчас будет автоматически закрыто через 20 секунд. Телефон жарко стал. Итак, самое страшное позади. Потолок натянут и теперь нам нужно нащупать под ним отверстия в закладных и приклеить кольца, чтобы вырез в полотне не расползался. Для работы с полотном мы используем клей оконг. Можно использовать обычный суперклей. Получится дороже, правда с учетом масштаба совсем незначительно. Если вы уже начали приклеивать кольцо и обнаружили, что не совсем ровно, то оставляйте уже как есть. Клей махом схватывается и при отрывании кольца вы можете порвать полотно. Просто когда будете устанавливать светильник, подтяните и сведите отверстие в кольце с отверстием в закладной. Полотно довольно эластичное. Если вы вследствие подобной манипуляции чуть-чуть перетянете его с одной стороны и ослабите с другой, это будет незаметно. Лапша, веревка, а по каталогу вставка вставляется довольно легко. Это можно делать пальцами. Самое главное не обрезать лишнего при завершении стороны и более-менее ровно зарезать угол для стыга. Бип-бип! Мы завершили потолок. Полотно мы здесь сделали самое распространенное. Это обычное матовое белое. Как вы видите, у нас здесь три светильника. Светильники тоже самые популярные. Это GX53. 12-ваттные лампы с нейтральным светом. Заказчица захотела, чтобы на одну клавишу у нас загорался средний светильник и на вторую клавишу гроб боковой. Несомненно, натяжной потолок для теплой лоджии это лучшее решение. Сами подумайте, если мы сюда поставим просто ПВХ-панели или, например, какую-то вагонку. Ну, во-первых, для всего этого нужен крепеж куда-то в потолок. А крепежа у нас здесь просто быть не может. И, во-вторых, натяжной потолок смотрится круто. Ну, как в квартире. В общем-то, это и получается у нас зона, как в квартире. Здесь будет просто отдельная комната. Понравился ролик, подчеркну для себя что-то новое. Не стесняйтесь, поставьте класс. Если что-то я упустил, не объяснил, задавайте свои вопросы в комментариях. А если хотите получать новости, вы знаете, что делать. И лидите себя. Будьте добры. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!